Доброго времени суток всем, кто заглянул на мой канал Маленькие Женские Штучки. Меня зовут Ирина и я рада вас приветствовать. И сегодня я хочу поделиться с вами тремя разочарованиями, которые постигли меня в июне. Разочарования все косметические. И начну я с того разочарования, которое сейчас у меня на глазах. Это вот такая тушь от Dior. Dior Show Black Out. Я сейчас приближу свои глаза и вы поймете, почему это разочарование. На сайте Ильдеботе, на сайте Dior тушь эта позиционируется как максимально черная, объемная. Ресницы с ней действительно очень красивые, очень длинные, очень черные. Но она, посмотрите, просто катастрофически отпечатывается у меня на нижнем веке. Это просто какой-то кошмар. Очень обидно. Потому что тушь эта сейчас стоит как половина сбитого Боинга. И она отпечатывается вот здесь. Я тут просто смотрю за одним, чтобы вам видно было. То есть посмотрите, вот эти вот неприятные черные пятнышки, это тушь. Мало того, я сделала макияж два часа назад. Два. Девочки, всего два часа назад. И все это у меня сейчас под глазами, посмотрите. Мало того, со временем она начинает отпечатываться вот здесь, на верхнем веке. И это очень и очень обидно. Итак, давайте рассмотрим эту тушь поближе. Называется она вот так, Dior Show Blackout. Оттенок 0,99. У нее вот такая очень классическая, большая щеточка. Очень черная она. Ну и такой классический запах туши. Очень, конечно, красивый, очень элегантный флакончик. Нашла информацию на сайте Ильдеботе. По вип-карте она стоит 1860, без скидки она стоит 2480. Говорю, стоит как половина сбитого Боинга. Подарила мне эту тушь на Новый год тетя моя. И она у меня лежала, ждала своего часа, вот так вот в коробочке, неоткрытая. Я ее открыла в начале июня, нанесла на ресницы. Мне показалось, что очень странно, потому что у нее очень мягкая щеточка. Она не разделяет ресницы. Для того, чтобы разделить ресницы, я пользуюсь дополнительной щеточкой. И ей понадобилось несколько раз для того, чтобы раскраситься. То есть она не начала сразу хорошо красить ресницы. Затем она раскрасилась. Но мне от этого не лучше, потому что отпечатывается она на верхнем веке, на нижнем веке. То есть если я куда-то иду и нанесла ее, то я бесконечно бегаю и проверяю, чтобы она у меня вот здесь под глазами не была. Согласитесь, девочки, для такой цены это просто возмутительно. Я вообще совершенно расстроена. Я, конечно, нашла способ, как ее носить. И сейчас я вам расскажу об этом. Но сначала покажу вам второе свое разочарование. И оно также на мне. Это помада, которая сейчас у меня на губах. Каждый раз, когда я наношу, наносила... То есть я не могла очень долго с ней подружиться. Давайте не буду томить. Покажу эта помада Nubo. У меня в 39-м оттенке. Наношу ее. И, ну, во-первых, она очень некомфортная. Вот прям очень некомфортная. Во-вторых, я сейчас приближу губы, и вы тоже все поймете. Она крошится. Я чувствую себя с этой помадой просто Мона Лизой. Не потому, что у меня загадочная улыбка. А потому, что у меня губы потрескавшиеся, как на старой картине. Естественно, меня не может это не устраивать. И бесконечно ощущение, что вот эти крошки с губ залетают в рот. Это просто ужасно. Я не сразу поняла, что наносить ее нужно очень тонким слоем. Если мне хочется сделать цвет поинтенсивней, то это однозначно не к этой помаде. Покупала я эту помаду в золотом яблоке. Стоила она 499 рублей. На нее была просто бешеная скидка. Так она стоит порядка полутора тысяч. Мне вот она досталась за 499 рублей. И когда я показывала вам покупки, мы с девочкой в комментариях разговаривали о том, что нуба окажется однозначно лучше, чем Vivienne Sabo. Не знаю. Потому, что помада матовая от Vivienne Sabo гораздо менее проблемная, чем вот эта от нубы. Я, конечно, подружилась с ней. Я говорю, я наношу ее очень тонким слоем. Это сегодня я нанесла ее в несколько слоев для того, чтобы показать вам всю вот эту прелесть и радость. И меня, конечно, спасает то, что у нее очень нюдовый оттенок. Практически такой, какой у моих губ. И, соответственно, как бы это так в глаза не бросается. Ну и последнее разочарование, которое меня постигло, это вот такая тушь от Divage 9060-90. Покупала я ее вместе тоже с Vivienne Sabo. Также в золотом яблоке. Сейчас скажу, сколько она стоила. 308 рублей. То есть чуть дешевле, чем Cabaret Premier. И чем она мне не понравилась? Во-первых, у нее просто отвратительный запах. Вот для меня это просто отвратительный запах. Во-вторых, она просто, у нее просто огромная щеточка. То есть я на самом деле ее просто пугаюсь. А в-третьих, она оказалась очень светлой на ресницах. То есть она не придает никакой яркости глазам. И, конечно, мне не может это нравиться. Но я, как обычно, нашла выход. И поверх вот этой туши от Dior я наношу вот эту тушь от Divage 9060-90. И они очень неплохо себя ведут. Сейчас я вам покажу, как это выглядит на глазах. Итак, левый глаз я оставила нетронутым. И он у меня просто с черной тушью. А вот на правом глазу я нанесла поверх зеленую тушь. Я не знаю, как поймать, чтобы вам было видно. Вот, наверное, вот так. Благодаря тому, что поверх, да, остается яркость. Но, смотрите, реснички имеют вот такой зеленоватый отлив. В общем, да, это неплохо. Единственная засада, конечно, что туши получается очень много на ресницах. Такие меня постигли разочарования. И, возможно, благодаря тому, что я вам показала свои разочарования, вы избежите каких-то необдуманных покупок. Потому что я, честно, я как бы ждала, что нуба, конечно, будет просто великолепно. Я ждала чудо вот от этой туши, но оно не случилось. Вот от этой туши, кстати, чудо я не ждала. Но девчонки в комментариях писали, что черная такая здоровская. Зеленая мне, к сожалению, совершенно не понравилась. Это было все, что я хотела сегодня вам рассказать, показать. Надеюсь, было полезно. Я благодарю вас за то, что вы провели все это время со мной. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал. Заходите в мою группу ВКонтакте. Возможно, там вы найдете для себя что-то интересное. Ну, а мы увидимся с вами в следующих видео. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok